Из Таиланда, из Паттайи, вам пламенем привет, друзья! Обыкновенная мечта на связи. Сегодня из прям Кондо-Олимпини, где мы проживаем уже почти год. Почти год, как наш третий. И теперь уже очень серьезный переезд в Паттайю состоялся. Сюда же мы заселили уже кучу своих клиентов по услуге переезд. Очень многие, ну не очень многие в рамках того, что здесь имеется, свободных объектов, да, уже стали нашими соседями. В том числе огромное количество пришло из блога. Но сегодня у меня такая тема, если, в общем-то, квартиры, когда минимумы коих в Таиланде, в Паттайе, в частности, огромное количество, очень сильно разных как по бюджету, так и разных по расположению, по наполнению. Где-то проще, где-то очень лакшери, в общем, где-то принимают собачками, где-то не принимают. Все это тонкости, нюансы, которые непосредственно мы вникаем уже в процесс переезда. Если это все разное, то всех вновь прибывших в Таиланд объединяет одна история, которая примерно одна на всех одинаковая и похожая. Это то, что мы находимся в королевстве, в визуном государстве, в котором не получаешь ВНЖ, в котором фиг ты получишь когда-либо гражданство, даже если выйдешь замуж или женишься на гражданине Таиланда. Но здесь мы можем сделать следующее, мы можем жить по долгосрочным визам. Туристы знают, что такое виза рана, что такое получение на 3 месяца туристической визы. Это туристическая история, которую можно повторить дважды за год, и на этом как бы все. Вот попробовать, отдыхать в Таиланде, на этом ее хватает. Но если мы говорим о жизни, о долгосрочности, то это нам не подойдет. А подойдет на первое время, на первый год, об этом я всегда рассказываю на консультации, на первой, когда вы обращаетесь, с чего начать. Подойдет именно студенческая виза, если ваш возраст не превышает 50 лет. До 50 лет мы оформляем студенческую визу на основании поступления в языковую школу с целью изучения тайского языка, либо английского языка, либо не изучение его, но оплатить год школы придется. Именно на основании этого получается та самая студенческая виза, очень сильная, распространенная среди вновь прибывших. Либо мы уже получаем и делаем, помогаем делать пенсионную визу людям, достигшим 50-летнего возраста. Здесь основания не нужны, здесь всего лишь два основания, это достижение 50-летнего возраста и лежащий депозит на счету, либо в моменте, когда мы делаем визу, 800 тысяч бат, либо на постоянной основе. Ну, в любом случае, они должны на момент подачи документов на визу в Migration, и когда мы ее будем продлевать. Кто интересуется визовыми вопросами, как и что это технически делать, просьба обращаться сразу по телефону, указанному под видео, в описании, там я на связи, консультация, все всем доступно вам, дорогие друзья. Я уже рассказала, что, да, виза это доступно, год, два, а то и три можно протянуть, продержаться, прожить, если государство, да, в Таиланде не внесет какие-то коррективы на этот счет. Иногда, и до пандемии на время бывали такие уже фрагменты, когда заканчивалась квота, переставали выдавать студенческие визы повторно, продлевать даже на следующий год, но пока сейчас всем все дают, всем все продлевают, но кое-что поменялось. Вот об этом кое-что я хочу с вами поговорить. Вы все знаете, что в ноябре месяца, да, с 1 ноября для граждан России конкретно стал действовать в Таиланде послабительный режим для отдыха, послабительный, который предполагает здесь нахождение без визы в течение 90 дней. Это был подарок такой с целью привлечения туризма, в данный момент мы не можем сказать, продлят его или нет, действует до 1 апреля, то есть кто сейчас приезжает, это 3 месяца на отдых, на, возможно, ознакомление с Таиландом, попробовать, потрогать, понюхать, это можно, а что сделать нельзя. Из-за этого новшества стало нельзя в этот период тем же самым гражданам России, заехавшим на 90 дней со штампиком на месте в государстве Таиланд сделать студенческую визу, в том числе, как и любую долгосрочную визу. Ни пенсионную, ни студенческую, ни опекунскую мы на месте уже теперь сделать не можем. Пока либо не закончится 90-дневный режим, либо что-то другое они придумают. Вот это единственное изменение в законодательстве, которое возникло, потому что ранее до этого, как мы поступали, приезжали наши гости, мы заранее им делали контракт аренды, потому что это необходимое условие, долгосрочный контракт аренды в кондоминимуме, либо свидетельство о покупке собственности, чинот, айди и тому подобные штуки, с которыми мы подаемся на студенческую визу. Так вот, мы заранее делали контракт, чтобы у нас было время податься и за 30 дней, чтобы успели это все, визу эту сделать. Делает ее, конечно, делает ее не мы, делает ее школа, и школа-партнер, с которыми мы сотрудничаем, делала это очень оперативно, быстро, то есть в течение первых 5 дней после того, как человек заехал, мы уже приезжали и оплачивали обучение в школе, отдавали паспорт, и через месяц забирали паспорт с проставленной визой. С этого момента можно либо учиться, либо не учиться в школе, это уже как договоритесь, как вам захочется, хотя я очень рекомендую учиться и знать хотя бы на каком-то минимальном уровне английский язык. Большинство приезжающих его не знают, отсюда возникает ряд проблем и необходимости помогать за ручку ходить с кем-то, кем-то, кто за это берет денежки. Так вот, если мы все равно оплачиваем студенческую визу, вернее обучение в школе, то глупо не воспользоваться этой опцией, как все-таки это обучение пройти. И базовый уровень английского, шаг 1-й, шаг 2-й левел, можно походить, поучить 2 раза в неделю, это будет не лишним, это не страшно. Это изменение, к чему оно привело? Оно привело к тому, что в принципе, по большому счету, не изменилась даже цена изготовления этой визы. И с обучением я вам, ну сейчас в моменте, смотрите обязательно дату под видео, когда вы смотрите этот ролик. 32 тысячи бат с обучением стоит, это виза вместе, все вместе, вот ваш год обучения в школе, плюс туда же входит изготовление визы, 32 тысячи бат, плюс к этому раз в 3 месяца вы будете делать продление и оплачивать школе 5 тысяч бат. Так вот, необходимость выезда за границу Таиланда, а вы знаете, многие из вас знают, что ближайшая граница с хорошим посольством, добрым, лояльным, здесь находится в Лаосе. Здесь вас отвезут в Лаос, компания, вот конкретно от школы здесь можно поработать. И конкретно школа-партнер, с которыми мы работаем, не повысила за это даже оплату. То есть все включено. Цена, таким образом, изготовления студенческой визы, пенсионной визы, любой другой долгой визы, которой они занимаются, она не поменялась. Поменялось лишь удобство. Да, придется совершить эту трехдневную экскурсию в Лаос, переночевать там, но я вам скажу, вот в этом году была два раза, очень даже все это интересно. Вы путешествуете в компании людей, которые такие же, как вы переезжие, есть о чем поговорить. Но единственное, что это без детей желательно делать, потому что дорога долгая, утомительная, на автобусе 10 часов примерно. Покажу вам, как заливают, поливают наш кондик. Сейчас, кстати, разгар дня, чтобы вы понимали. Январь месяц. Здесь максимально у нас всегда тенек. И, ну, во дворе я имею в виду, сама высотка дает от себя тень. И вот здесь такая вот заброшечка загораживает, поэтому и коридор воздуха от моря мы очень близко. Вот буквально тут в 100 метрах у нас море, поэтому воздух такой приятненький. Не рекламирую, потому что, правда, не хочу, чтобы здесь было очень много людей. Прямо очень-очень-очень много, потому что вы видите, просторно, несмотря на огромное количество людей, которые здесь все равно проживают, но, видимо, еще не настолько. Я думаю, с таким первостепенным расходом, как годовая виза в Таиланд на основании обучения мы разобрались с вами. А сейчас еще, пользуясь случаем, покажу на примере люмпини нашего, что можно арендовать в таком не семье, одному-двому людям, а небольшое пространство в кондоминиуме, то есть студию, либо ван-бэдром, за небольшой бюджет, до 10 тысяч батов. Это возможно, хотя рекомендую для переезда все-таки выбирать невысокий сезон, потому что достаточно сложно нам сейчас подбирать контракты. Максимально все такие, по соотношению, знаете, цена-качество оптимальное, они, конечно же, разобраны, нам приходится выбирать из того, что есть. Несмотря на новогодние каникулы, которые, кстати, в Таиланде уже закончились, люди продолжают переезжать, обращаются за услугой легкий переезд. Нам застаем огромную благодарность. И таким образом мы тут же не сидим, не тухнем, а постоянно в движении. Буквально сейчас в моменте две семьи готовятся к переезду. Мы ищем контракты. И один наш гость прилетел только вчера вечера. И сегодня мы будем ему арендовать студию. Покажу, какую. Сейчас я вам быстро покажу, что можно, но в маленьком количестве, сейчас взять в Паттаюшке на первой линии, вот где море, за 8 тысяч батов. Конечно, летом были варианты таких студий и за 7 тысяч можно было, но сейчас спрос растет, и, в общем-то, нету такого. Но здесь она улучшена, потому что есть большой холодильник, и даже есть стиральная машина, что считается практически роскошью. Душевая, ну, все, в общем-то. А вообще у меня появилась идея сделать вам такую подборку в разных кондо, примерно в одном бюджете, на долгосрочную аренду. Обращайте на это внимание. На месяц-два это не подойдет. И опубликую уже в следующем видео, поэтому не забывайте подписаться, потеряете иначе.